Всем привет! С вами любительская пасека. Да, в этом году такого не было еще, чтобы все семьи пошли в ройку. Ну, кроме одной, которая у нас четырехкорпусная, она как бы еще воздержалась от этого, но надежды особой нет, что она потянет такой период голодный и холодный. Вот это вот длительное похолодание, оно очень здорово повлияло на работу пчел. Развитие было нормальное, но работать ей лететь некуда. Холодно, дождь. Рождалось большое количество пчел, которые оказались безработными, и семьи пошли дружно в ройку. Пришлось применить все экстренные меры, отлов маток, изоляция их, что я никогда не делал. Практически мы выходили из положения ее обычными способами. Но в этот раз так не получится. Все цветение, оно сместилось несколько вниз. Все цветет в среднем на две недели позже. Даже вот у нас черешня только отцвела в июне. Охренеть! Хотя вот другие культуры, как крыжовник, смородина, они по графику идут. А вот остальные не очень хорошо понимают нашу новую погоду холодную. И поэтому сместились. Даже малина сейчас еще не цветет. Хотя обычно она начинала зацветать. Был какой-то поддерживающий взяток. И семьи не шли на роение вплоть до 20 июня. А сейчас все изменилось. Пришлось проводить отлов маток с четырьмя рамками. И в пакеты засунуть их, пережить ройку основных семей. Вчера мы смотрели состояние пчел. Везде появились матки молодые. Оборвали все лишние маточники. Будем наблюдать, как они себя будут вести в дальнейшем. В принципе, нектар в ульях есть. Что-то не приносят откуда-то. Но пока таких ярких цветений нигде не наблюдается. В принципе, придется делать дополнительное количество ульев. Иначе у нас много лишних семей, которых убивать жалко. Но развиваться они в таких узких условиях тесных не будут. У нас тут две семьи в ловушках сидят. Ну, они мелкие, конечно, там четыре рамки. Расплод на выходе. А вот с левой стороны это рой. Какой-то молочительный рой попался. Прямо привился у нас здесь вот на черешне. Но это явно не наш рой, потому что он очень мелкий. У нас если рой вылетит, он большой, пчел много. Такого у нас не может быть. Мы его еще не смотрели. Вот же неделя прошла. Сегодня будем осматривать, что там с ним, что за матка у него. Вот такие дела. Вторая неделя. Борьба с роением. Спасибо за внимание.